Строительно-восстановительные работы в ряде медучреждений страны в настоящее время идут полным ходом. Как отметил премьер, все строящиеся больницы будут полностью оборудованы медицинской техникой и мебелью. В селе Башбулак Карасуйского района перепрофилирован в больницу на 150 койко-мест профессиональной лицея. Отремонтирована больница на 45 коек в Орловке. В Баткенской области проведен капремонт старого здания поликлиники и построена больница на 90 коек. Кроме того, медучреждения в Джалабаде на 100 койко-мест. В городе Кокджангах на 60, в Караколе 150 койко-мест. И больницы в городе Чолпонатан на 70 койко-мест. Вместе с тем, по поводу эпидемиологической ситуации в стране глава правительства сказал, что о каких-либо улучшениях говорить пока рано. А потому правительством сейчас предпринимаются определенные действия в связи с возможной второй волной COVID-19. 21 августа текущего года был подписан приказ о выделении 221,5 миллионов сомов на закупку противогриппозных вакцин для профилактики сезона острых респираторных заболеваний в весенне-осенний период. На эти средства будет закуплено 700 тысяч доз вакцин от гриппа и 20 тысяч вакцин от пневмококка. В первую очередь вакцинацию пройдут дети, учителя, врачи и уязвимые слои населения. Не остались без внимания и медики, работающие в очагах эпидемии. Так, с марта на компенсационные выплаты врачам было выделено более миллиарда 400 миллионов сомов. К тому же они сейчас проходят специальные краткосрочные курсы по повышению квалификации. «Продолжаются работы по отправке медицинских работников на Иссыкуль для отдыха и оздоровления. На 1 сентября 1560 специалистов по 7 дней отдохнули или прошли реабилитацию в пансионатах Иссыкуля». Также глава правительства остановился на некоторых вопросах, связанных с дистанционным обучением. Соответствующим структурам даны поручения по полноценному обеспечению образовательных учреждений интернетом и своевременному оповещению о возникающих проблемах. Рассказал Буронов также и о постепенном возобновлении авиарейсов. Так, 21 августа Кыргызстан открыл свои двери для 32 стран. «С начала сентября было выполнено 20 рейсов с Россией. В настоящее время въезд в Россию разрешен не всем нашим гражданам. Он разрешен только гражданам России, тем, у кого там есть близкие родственники, нуждающимся в медицинской помощи, в случае смерти близких людям, ухаживающим за пациентом, спортсменом и другим. Остальным категориям граждан въезд запрещен». Тем временем идет работа по созданию условий для проведения выборов в парламент на участках за границей. По словам главы Кабмина, в других странах будут работать 44 избирательных участка. Премьер отметил также и то, что государственные и муниципальные служащие не имеют права участвовать в агитационной кампании. Своим чередом идет и подготовка к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день на ТЭЦ Бишкека уже имеется 200 тысяч тонн угля. Ежедневно поступает по 5 тысяч тонн. Получается, до конца октября будет обеспечен полный запас. Наряду с этим в текущем году была проделана работа по электроснабжению отдаленных регионов. К примеру, светом в этом году было обеспечено одно из самых отдаленных сел Джалабадской области – Джазы-Кейчу, на что было выделено 25 миллионов сомов. А в 2021 году планируется провести электричество в село Зардалы Баткенской области, расположенное на границе. Вдобавок Боронов напомнил, что согласно постановлению правительства, до 2022 года тарифы на электроэнергию меняться не будут. Бегаим Бегалеева, Чингис Джумагулов, Аллато, 24.